Лёд тронулся. Когда ледоход дойдёт до окружной столицы? Демонтаж моста через Кую начали раньше запланированного срока. Как в ближайшее время жителям посёлка Красное добираться до Нарьинмара? С каждым годом всё больше. Тысячи жителей округа приняли участие в шествии «Бессмертный полк». С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. 9 мая, в день празднования Великой Победы, в Нарьинмаре и населённых пунктах округа прошло шествие «Бессмертный полк». В этом году участие в шествии в нашем регионе приняло рекордное количество человек – более 6 тысяч. Это было самое массовое шествие за всё время существования акции. В рядах «Бессмертного полка» на улице Нарьинмара вышли 4 тысячи человек с портретами своих отцов и дедов – участников и ветеранов Великой Отечественной войны. По улицам страны победным маршем шагает «Бессмертный полк». В груди тех, кто движется в его колонии, тех, кто её видит, уживается море чувства и эмоций одновременно. От щемящей грусти до невообразимой гордости за свой народ. Во главе колонны первые лица региона. Это мои два деда. По папе Ильине Григорий Васильевич и по маме Ильине Николай Иванович. Оба военных, оба офицера, которые прошли всю войну от начала и до конца. Я горжусь и очень рад, что есть возможность посредством прохождения «Бессмертного полка» отдать дань памяти этим, на мой взгляд, великим, в моём, по крайней мере, понимании людям. Каждый год вы проходите? Да, каждый год. С момента, когда эта традиция зародилась, я пока не пропускал её. Тысячи жителей округа вышли в этот праздничный день с портретами своих дедов и прадедов, отцов и братьев, сражавшихся с фашизмом и победивших его. За каждой фотографией участника войны, семейные истории, предания, своя боль и своя гордость. Мой отец призывался в Нинецком окружном военкомате в 1941 году, в октябре месяце. Воевал на Калининском фронте. Год воевал. 7 ноября мать получила похоронку. В общем, воевал, защищал, погиб в Польше, дошёл до Польши. 10 апреля 1945 года он умер в госпитале. Не дожил. До победы месяца. Осталось у него в семье, он ушёл когда на войну, там осталось у него трое детей с бабушкой, ну, женой его. А потом вскоре умирает он, а потом она умирает, и дети остались сиротами. Это мой дед Ефим Николаевич Денисов. Он был призван из Устьянского района Архангельской области и прослужил совсем немного, потому что в 1942 году на Ленинградском фронте он погиб. После войны мы нашли похоронку. А так он чистился без вести пропавшим. Среди тех, кто сегодня в строю бессмертного полка, молодое поколение нарьинмарцев. И совсем юные ребята. Но несмотря на то, что про подвиги своих прадедов, они знают только из рассказов родителей, бабушек и дедушек, безмерно гордятся ими. Моего дедушку звали Иван. Он был поваром и солдатом. Он воевал под Ленинградом. И как-то раз, когда он привел к солдатам к кашу, ему в полевую кухню попала мина, он взял черпак и вычерпнул ее. И он получил четыре медали и два ордена красной звезды. Я пришла со своим прадедом. Он с 42-го года считался без вести пропавшим. Но в этом году нам сообщили, что поисковики нашли его. И он погиб в 45-м году. Он был майором, был замполитруком. Создал свой партизанский отряд и погиб, сражаясь. Нашли его в землянке засыпанном. И сохранились все его письма бабушке, прабабушке, своей маме родной. Поэтому мы безмерно гордимся. И это первый год, когда мы идем с ним рядом вместе. Потому что только сейчас у нас появились данные о том, как он погиб. И вот мы нашли фотографию его. Всего на фронтах воевали почти 10 тысяч жителей и уроженцев Ненецкого округа. Треть из них пала на полях сражений. Более тысячи наших земляков были награждены боевыми орденами и медалями. Нас объединяет общая память о Великой Отечественной войне. О великих жертвах, принесенных на алтарь победы. Бессмертный полк, как живая река. Живая река человеческой памяти движется по Наринмарским улицам. В одном строю живые дети, внуки, правнуки победителей. И они, наши герои, те, кто отстоял для нас мирное небо. Для бессмертного полка нет границ ни времени, ни расстояния. В одном строю идут те, кто защищал Заполярье, и те, кто отстаивал южные рубежи. Те, кто вернулся домой, и те, кто так и не увидел победы. Акция «Бессмертный полк» проводится в Наринмаре пятый год, объединяя все больше и больше людей. В этом году участие в ней приняли порядка 4 тысяч человек в Наринмаре и более 2 тысяч человек в других населенных пунктах. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В День Победы на площади Марацей прошел торжественный митинг в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, парад и праздничный концерт. Как и полагается, в этот день звучали песни военных лет в исполнении творческих коллективов и солистов из Ненецкого округа. Несмотря на моросящий дождь, на площадь Марацей пришли сотни жителей и гостей окружной столицы. Для каждого из них День Победы – особый праздник. Он соединил в себе радость торжества жизни и боль потери. А день 9 мая для вас какой праздник? Ну, это День Победы, это самый светлый праздник. Ой, извините, заверзла немножко. У меня дедушка вот воевал, он пришел в 47-м году, а которые по папиной линии, они не вернулись с войны, они как бы погибли. Но самый светлый праздник, самое главное, чтобы мира, на земле, чтобы мир был, солнце было и счастье всем тоже. Как вы обычно отмечаете этот праздник? Ну как? На площадь, да. На площадь, да. Обязательно на площадь выходим, да. Цветы возлагаем к памятнику, да. Так что самый светлый праздник. Конечно, он дался им очень тяжело. Я как-то у дедушки сильно, ну не расспрашивали, но все равно, как он говорит, тяжело было. Воевали, но главное, что победа. Россию не победить, да. А что ты знаешь о празднике, о 9 мая? То, что наши солдаты защищали Родину, и то, что 9 мая – это День Победы. День Победы – праздник со слезами на глазах и непреодолимым чувством гордости за ветеранов, которые, несмотря на все тяготы военных лет, смогли отстоять нашу страну и победить врага. С сегодняшнего дня мы начинаем информировать вас о ледовой обстановке на реке Печора. Так, по данным Объединенной гидрометеорологической станции Нарьинмар, голова основного ледохода развивается в 725 километрах от окружной столицы, ниже до Щелиюра, ледостав за Крайнами. Голова местного ледохода находится в 325 километрах от Нарьинмара на участке Уст-Цильма, Средняя Бугаева, ниже до поселка Окунев-Нос, подвижки льда. На участке Тошвицкая-Макарова, ледостав, за береги темные пятна на льду, вода на льду. Ниже от Бондарки до Осколково закрайный темный лед. Уровень воды в реке Куя превысил критические отметки. В связи с чем Нарьинмар-Дорремстрой приступил к демонтажу моста через реку на два дня раньше, чем планировалось ранее. О том, как будет организована перевозка людей на период паводка, губернатору округа рассказали власти Заполярного района. Демонтировать мост через реку Куя в этом году планировалось 15 мая. Но так как за прошедшие сутки уровень воды в реке значительно поднялся и превысил критическую отметку, рабочие Нарьинмар-Дорремстрой приступили к демонтажу сооружения на два дня раньше. По их словам, работа займёт один день. Здесь он экскаватор, трал, кран, погрузчик стоит, два камаза с песком. Сначала снимаем настил, два настила, потом снимаем фермы. И так по порядку опять настилы, фермы, настил, фермы. И вот там разгружаем краном. Впрочем, жители Красного на период паводка не будут отрезаны от столицы округа. Об этом главе региона Александру Цибульскому рассказали непосредственно на месте демонтажа моста, куда он приехал лично. Второй год подряд перевозкой людей из посёлка в Нарьинмар и обратно будет заниматься Северная транспортная компания. У нас уже есть опыт прошлого года. Мы с судами на воздушной подушке от морского порта до Красного людей перевозили. В этом году эта практика будет продолжена. Единственное только, что в связи с этой экстренностью, мы тут сейчас немножко в авральном режиме пытаемся войти в это расписание. Расписание утверждено. Оно прошлогоднее. В 7 утра отсюда, утреннее и вечернее в 16 отсюда отправление. 1010 рублей, если я правильно помню, стоимость проезда. Согласно расписанию, судно на воздушной подушке будет осуществлять рейсы два раза в день – пять дней в неделю, кроме среды и субботы. Но, возможно, в этом году рейсы станут ежедневными. По словам Олега Холодова, сейчас в Заполярном районе решается вопрос по корректировке расписания. Сроки восстановления наземного сообщения зависят от прохождения ледохода. Обычно оно прекращается на месяц. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Установившаяся теплая погода наконец-то осушила огромные лужи на территории Наринмара. Однако в отдельных микрорайонах города дорожная ситуация остается непростой. С начала весны в редакцию нашего телеканала поступило большое количество обращений от жителей окружной столицы. Непроходимые дороги, подтопление жилых домов, некачественная уборка дворовых территорий. В чем причина? Чтобы ответить на этот вопрос, наша съемочная группа отправилась в один из микрорайонов города. Все подробности в следующем сюжете. Жители микрорайона Кармановка с наступлением весны о своих проблемах заявляли часто. Так по улице Песчаной и Красной перед ними долгое время вставали непроходимые барьеры из луж и гор снега. Сергей Овчинников не раз с соседями обращался в МБУ «Чистый город». Просил вывести снег до наступления распутиться. Но ответ слышал лишь обещание. Начали чистить буквально, вот сейчас как распута началась, так и начали. А до этого вообще не чистили практически. Придут, нож опустят, прогладят в одну лопату и все, больше не, как говорится, не сдирают, не снимают, не расширяют дорогу. Так, лишь бы как бы для отметки. Мы чистим сами. Вот эти межутки мы сами лопатами расчищали, чтобы проехать туда. Пройти, проехать, мы сами лопатами чистили. В такой же ситуации находились и жители Малого Качгарта. Надежда Бестужева обращалась в нашу редакцию не раз с просьбой помочь восстановить справедливость. «В феврале месяце стали очищать дорогу федеральные наши службы и ничего лучшего не придумали, как сгружать этот снег, свозить этот снег вот сюда. С дороги они сгребли снег и все попало в низину. Все эти соли, реактивы, которыми были посыпаны дороги, все они сейчас вот здесь со всей грязью. Я обращалась в феврале месяце в муниципальный контроль для того, чтобы начали вывозку снега отсюда. Они сказали, что это временное хранение, дней через 10-15 мы вывезем этот снег». Шли месяцы, снежная куча крепла. Тогда Надежда Анатольевна обратилась еще раз в муниципальный контроль. На что получила ответ – это федеральная дорога, мы этим не занимаемся. Но на этом попытки восстановить справедливость не закончились. Надежда написала заявление в прокуратуру, Рособорнадзор, а также мэру города Олегу Белаку. «Среагировал только Рособорнадзор. Они послали мое обращение в ЖКХ НАО. Оказывается, тут какое-то учреждение при Камье должно следить за этой дорогой и за этим всем безобразием. Но мне ответа так, в общем-то…» К слову, чуть позже Надежде Анатольевне пришел ответ от прокуратуры, в котором по результатам проверки виновным оказался ДСК «Карьер». Именно эта компания вовремя не вывезла снежную кучу, которая затем преобразовалась в огромную лужу. Чего так боялась Надежда Бестужева. Впрочем, это не единственная проблема. С началом половодья дома в Малом Качгарте страдают от подтопления. «Большое обращение к городским властям. Не ждать, когда люди испытают это бедствие. Это действительно бедствие. А осуществить подсыпку заранее. То есть выделить возможность найти время, возможность для того, чтобы люди не очутились в том положении с большой водой, когда вода оказалась в коридоре дома. А осуществить это заранее». Добавлю, в период с 22 мая по 5 июня в районе города Нуринмара ожидается ледоход. Согласно прогнозу, уровень воды в окружной столице может достичь отметки 600 сантиметров. Что касается проблем весеннего Нуринмара с его распутицей на дорогах города и в микрорайонах, то городское руководство, надеемся, проведет соответствующие разборы полетов и примет необходимые меры для того, чтобы в следующем году Нуринмар не поплыл вновь. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Антон Водоряков, Телеканал «Север». ТОС «Сахалин» и СПК «ЕРФ» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает проведение совместных мероприятий для жителей поселка Сахалин, работников сельхозкооператива и членов их семей. Новая практика взаимодействия введена для возможности ТОСов без образования юридического лица реализовывать инициативы граждан. ТОСы, не обладающие статусом юридического лица, не имеют возможности получать поддержку из муниципального бюджета и бюджетов различных уровней. Поэтому сотрудничество с бизнесом, предприятиями – один из способов реализации инициатив населения. Я все-таки воспользуюсь такой возможностью, чтобы попросить депутатов нашего окружного собрания все-таки внести изменения в действующее законодательство по поддержке территориального общественного управления, потому что в этом законе не хватает одной простой вещи – финансовой поддержки ТОСов. И вот хорошо, что организации находятся, которые берут на себя в определенной степени вот эту поддержку, конечно, рассчитывая на какую-то взаимопомощь со стороны общественных организаций и территориального общественного управления. Как говорится в соглашении, ТОС Сахалин будет организовывать праздники и подготавливать площадки для их проведения. АЕР, в свою очередь, займется оказанием спонсорской помощи для приобретения необходимой атрибутики, призов, аренды помещений и других целей. Как отметил заместитель председателя СПК Валерий Толстобров, сельхозкооператив уже не первый год сотрудничает с общественной организацией и помогает сахалинским активистам. Еще до подписания этого соглашения, всегда, когда обращались в наше хозяйство за помощью, в проведении тех или иных мероприятий, которые проводились в микрорайоне Сахалин, всегда оказывалась помощь посильная. Так что наше сотрудничество как бы... Село на бумагу. Раньше еще. А теперь уже 5 сентября. Соглашение вступило в силу с момента его подписания. Срок его действия продлится до 31 декабря 2019 года. Добавлю, что это уже второе соглашение, подписанное с участием территориально-общественного самоуправления. Первый договор о сотрудничестве был заключен в феврале 2019 года между ТОС «Старый аэропорт» и Нарьинмарским объединенным авиаотрядом. В рамках соглашения стороны планируют проводить работу в области профессиональной ориентации и патриотического воспитания детей, проживающих в микрорайоне, организовать музей малой авиации. Также планируется инициировать установку памятника, посвященного развитию малой авиации в Заполярье. «Хотели бы мы совместно с авиапредприятием вырастить детей, которые будут патриотами своего микрорайона, своего города, своего округа, своей страны, которые бы знали историю возникновения Старого аэропорта. В планах у нас создание музея истории Старого аэропорта, чтобы дети приняли активное участие в собирании информации, в создании самого музея, рассказывали, как их бабушки и дедушки в годы войны строили аэродром и о полетах, которые совершала полярная авиация». На портале «Народный контроль» идет опрос горожан о введении нового автобусного маршрута Старый аэропорт, аэропорт Нарьенмара. Поручение проанализировать востребованность введения нового маршрута дал глава региона Александр Цибульский на основе обращений жителей. По результатам опроса на портале «Народный контроль» будет проанализирована востребованность маршрута. Также мэрия города оценит экономическую целесообразность введения автобусных рейсов по новому маршруту в дополнение к уже существующим. Так, сегодня жители микрорайона могут доехать до аэропорта на стыковочных рейсах по маршрутам Старый аэропорт улица Ленина и улица Ленина аэропорт. В Сочи проходит заключительный тур Всероссийского фестиваля по хоккею среди любителей. В нем принимают участие 165 команд, включая 6 женских в дивизионе Амазонки. Ненецкий округ на фестивале представляет команда «Труд». Сегодня окружные спортсмены разгромили команду из Чечни со счетом 9-0, не дав чеченским спортсменам ни одного шанса забить гол. Ворота окружной команды в этом матче защищали Дмитрий Кириллов и Антон Пашкин. Лучшим игроком признан Алексей Рыбкин. В субботу спортсмены сыграли свой первый матч с командой из Пензы. Игра завершилась со счетом 2-1 в пользу норинмарских хоккеистов. Команда «Труд» выиграла путевку в Сочи по результатам отборочных игр ночной хоккейной лиги в Норинмаре. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север Вконтакте». Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...